Ребята, привет! Это Фрайзер Воркшоп. Долгожданная серия, которую вы ждете каждую неделю в нетерпении увидеть что-то новое, а главное полезное. Сегодня у нас в гостях не обычный человек, а музыкант, человек, который делает необычные вещи в обычных местах. Уличный музыкант Эдгард Линницкий. Мы будем ему сегодня стричь что-то уличное, агрессивное и при этом, что не нужно вкладывать и париться. При этом девочки будут вешаться на тебя гроздьями и от этого только будет расти талант и творчество нашего человека. Поэтому не отвлекайтесь, смотрите дальше. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Почему самые популярные музыканты постоянно часто меняют имидж? Они не надоедают людям просто. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Как приятно, когда человек осматривается, реально слушает песню, потом подходит, и самое приятное, когда говорит «спасибо». И ты понимаешь, что ты только что своим любимым делом. То есть то, что ты любишь делать, ты просто делаешь это. А ты кому-то можешь принести радость. Ну, я понимаю, что у тебя, наверное, тоже такая штука есть. Тебе это нравится, и я думаю, что будет радость. Я думаю, что здесь есть другую зону. Ну, вот. Так что... Мне без разницы понравилось или нет. То есть я надеюсь, что он мне это почувствует просто со временем. Так что я думаю, что ты меня в этом плане понимаешь. А в целом, сейчас я очень активно пытаюсь продвигать идею перформанса как такового. То есть с определенным посылом и восприятием вообще в личной музыке не как парнишек, который из гитары выпрашивает деньги. Это совсем не то. Улица — это та площадка, на которой ты можешь реально людям, которые просто идут по своим делам или не просто идут по своим делам. Дать какую-то мотивацию, вдохновение тем, что ты как бы занимаешься любимым делом. Можешь быть счастлив. Это очень важно в то время, когда, знаешь, сейчас... Ну, такое время. Всегда это важно. Я бы очень посоветовал вообще каждому человеку, который занимается чем-либо в своей жизнью попробовать это поделать там, где это вообще изначально не было. Ну, то есть представить. Ну, вот как-то придумать в виде бодрянной перформанса, когда ты, ну, можешь это... Я увидел, что ему на все время и ворует. Я тебе говорю, я могу видел парня, который выходит на улицу и читает стихи. Причем, учитывая то, что он ходит без аппаратуры, без поселителя, он упорно читает свои стихи очень легко и постарается донести. И реально люди проходят в миг, очень много, кто проходит в миг. Но когда тут останавливается, останавливается еще один, а потом еще, и, короче, собирается толпа, это, ну... Старный режим очень. Да-да-да, это прикольная штука, кстати. Когда играешь на улице, очень много штук чекаешь. Когда уже больше, скажем, сорока людей собирается в игру, то остальные сзади подходят, потому что что-то происходит. И есть очень активные, очень эффективные методы отгоняния этих ребят, которые подошли послушать, знаешь, по привычке, вот как бы, как по крайней мере, сейчас принимается очень перформанс, гитара и вокала, подходят, заказывают что-то и так далее. Ну, знаешь, что вы не воспоминали? Да, поставь мне, пожалуйста, ну... Да, вот я же, я же кассеты, понял, да. Я в кассеты и давайте вот заказывать все. Нет, это все так не происходит. Да, будьте честны, и по отношению ни со мной к песне, ни к автору, и вообще... А если он подойдет и скажет, ну, слушай, у меня там не «Пиман» стоит, да? Ну, какую песню? Потому что мы с ним, наверное, познакомились под какую-нибудь. Ну, что-то, ну, а граж, ну, поможем, да? Нет, нет, потому что я не умею играть на заказ. Я, на самом деле, очень, наверное, непрофессионально с точки зрения вообще всего. А если он начнет драться с такой штук? А никогда такого не было, представляешь? Даже когда я играл без аппаратуры, играл с акустикой, и там играешь, допустим, ночью, там, с танцами про театральных ночью, в 11 вечера, подходят три с половиной здоровых лба, и такой худенький мальчик, играешь себе, радио хайк-крик такой, играешь, он и подходит. «Слушай, а можешь вот сбацать золотой купола?» И ты вот умудряешься этим трех здоровым лбамам объяснить, что друг тоже занимается тем, что вот, как бы, тебе нравится, а мне не нравится эта музыка. «Посмотри на меня! Я чувак в шляпе!» Такой, ну, ты реально веришь то, что я понимаю, чем это тейст, и он говорит, ну, наверное, нет. Я говорю, ну, как такой же беет я исполнил, чтобы она размещала? Это будет нечестно. И представь себе, эти ребята останавливаются, остаются, я им играю музыку, которую я посчитал нужной, потому что она внутри меня сейчас была, и в них, возможно, попало, возможно, нет, но они только слушают, говорят спасибо и уходят. Ну, я, смотри, чаще всего езжу, когда в такси, замечаю, что перестают слушать шансон и переходят больше на радио-рокс. Как ты думаешь это? Что расисты переходят? А ты говоришь о прекрасном будущем, знаешь? Очень скоро вообще всего изменится, ну, поколения растут, и те, кто слушают шансоны уже, наверное, уходят. Хотя, ну, знаешь, на каждом есть свой слушатель, я не хочу кого-то обижать, ни коем случае. Просто я не понимаю, кто-то такое понимает. Кто-то слушает радио-как, кто-то не слушает радио-как. Ну, полезно было бы позаниматься шансоном, чтобы раскрыть лучше ту музыку, которую ты сам создаешь. Именно это, заниматься шансоном, классическое понимание этого, то есть посидеть в тюрьме и писать песни? Я думаю, что это не совсем так заботает, как хотелось бы. Нет, я думаю, что лучше попутешествовать и пособирать реальное общение с людьми, вот этот экспириенс такой. Все-таки музыка исходит от опыта, который ты, конечно, должен постоянно новый опыт, это куча вдохновений. Ребята, мы закончили нашу стрижку. Это средняя британская стрижка, которую носит почти каждый четвертый британец. Она полюбившаяся уже всем англичанам тем, что она управляется с укладкой, и влажную погоду, если даже она деформирует свою структуру, то выглядит все равно супер круто. Можно одевать среднюю шляпу, не париться о том, что она придет сверху огнем, так как у вас чуть короче сверху, и главный переход входит на облегнение, на совсем нормальный концерт. То есть стрижка выглядит в ванной более прямой, то есть в сухую погоду, а более влажной, она чуть-чуть, если даже подбивается, вихрь не так заворачивается, то есть так, если бы они заворачивались, если бы у вас был бы тяжелым проектом. Как по мне, каждый музыкант в своей жизни должен попробовать постичь такую себе стрижку, полхать чрево до концерта, и при этом не париться. Очень удобно махать шеврилы, вот так вот вообще классно. И шляпу еще удобно носить. Ребята, в следующей нашей серии ждите до туалевого стрижки Криштиана Ронанда. Подписывайтесь на наш канал, ставьте большой палец вверх, и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok 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 КОНЕЦ КОНЕЦ